я привет наверно паузу не будем делать или подождем отъедет наш транспорт так сколько там людей жара так наоборот должно быть до людей больше все уже освободились должны ехать домой одни мы только работаем секундочку да 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 кто следит за историями так что друзья наконец-то ну можно начинать в корм в корм сборе а друзья 7 отличная цифра не нравится друзья брат он а время нынче сложная все пугают санкциями хорошего оборудования днем с огнем не сыщешь все прекрасно знают что достойные бренды к сожалению большинстве своем решили так сказать дистанцироваться немножко от нас но тем не менее не ими едиными жив мир поэтому нас можно тогда же громко озвучить новинка которая может вполне вполне себе взорвать класс промышленных сварочных аппаратов которые будут работать в тяжелых условиях практически 24 на 7 и конечно же будут полезны определенной категории сварщик его уже устал слушать поэтому не будем долго тянуть друзья встречая фабрикатор это 410 айпи вот компании сад что и себя представляет этот источник по маркировке это давнишние пользователи почитатели бренда и сап могут понять что это аргонодуговой источник с возможностью сварки покрытыми электродами соответственно исходя из маркировки максимальный сварочный ток в режиме тик в режиме мм а будет составлять 410 ампер причем продолжительность нагрузки по хорошей традиции серии фабрикатор нехорошей традиции ронять источники не только составляет 60 процентов на 4 амперах вот и соответственно при стопроцентном цикле 40 градусов окружающей среды мы получим 300 310 все равно неплохой показатель для такого рода оборудования но мы привыкли работать с топовыми решениями поэтому в принципе можем можем себе позволить такие фразы ура наконец-то идет и так что мы видим на передней панели а мы на передней панели видим в отличие от тех же источников и т200 намного больше полезной информации кнопочки как говорит егор и конечно же полноформатная циклограмма причем даже здесь можем увидеть функцию врд интересное решение в принципе как серии это 200 то же самое открываем корпус помощью специального микро переключателя переводим аппарат в это положение это конечно же касается тех кто работает с емкостями первую очередь на мысли дальше конечно же не будет радовать наличие ячеек памяти их количество мы еще не проверяли как они работают мы еще не проверяли вот егор говорит что 100 но пока дело идет все к тому что реально его первый раз включили до другой стороны когда их много можно легко запутаться но это уже вторично на самом деле также имеется у нас своеобразный потенциометр переключатель соответственно который мы можем перемещаться по нашей циклограмме с помощью данных клавиш и в определенных режимах также регулировать отображение на дисплее либо сварочного тока либо напряжения либо скважности частоты процентного соотношения определенных параметров об этом вам уже подробно расскажет егор также можно будет на передней панели конечно же регулировать регулировать выбирать режим работы нашего аппарата это постоянная сварка аргонодуговая импульсная аргонодуговая сварка конечно же сварка мм куда же без нее и и выбирать режим работы горелки добавили режим spot режим точки режим прихватки кто как его называет и очень интересная особенность также в данном аппарате мы можем отключать осциллятор эта функция необходимо в определенных условиях сварки можно подключать данному аппарату конечно же дистанционное управление либо же работать так сказать с локальным решением именно со сварочной горелкой по поводу сварочной горелки вот хочу чтобы егор пока я ее вижу я ее достану до комплектуется аппарат завода горелкой srb 26 hd в данном случае это не она попрошу заметить мы взяли обыкновенную горелку от источника это ср 26 с помощью определенных манипуляций она легко и просто подключилась данному аппарат да следует отметить что как и у любого производителя проприетарные разъемы вы сабо свои поэтому внимательно относитесь к тому если вы хотите заменить горелку обязательно сохраняйте вот данный разъем он он очень сильно пригодится в будущем дабы избежать бесцельных поисков соответствующего разъема необходимой вам распиновки в принципе что можно сказать вкратце аппарат реально прибыл в республику беларусь сегодня в четыре часа вечер его достали из коробки егор довольный распаковывал 1 так что вот во всех хороших смыслах и не очень этого слова можно отметить следующая серия фабрикатор уже заслужила репутацию надежной очень надежной машины мы опираемся конечно же в первую очередь на источники которые поставляли с комплектами блоки подачи вот это в серии фабрикатор и м надежными самое главное четко выдающими свои характеристики очень энергосберегающими высад тоже идет впереди планеты всей не побоимся этого слова в плане сохранения не только экологии но и конечно же наших с вами денег когда дело касается расхода электроэнергии поэтому несмотря на все габариты и массу в 35 килограммов данный источник все-таки инвертор кто-то хотел видеть трансформатор и хочет да он расскажет почему но тем не менее особых так сказать подводных камней пока нами не выявлено но не будем долго размусолилась передаем слово ответственному испытателю крайне безответственному боль и унижение боль и унижение страдания я испытал с другим эта штука мне нравится короче дядьки тетки здрасте рассказываю концепцию здоровенная инверторная тварь она прям может или могу сейчас я придумаю куда мне прицепить себе микрофон прости господи короче эту штуку если не достал из коробки она пахла новым источником давайте сразу включу пускай жужжи тут такой галетник сзади однако здравствуйте такой прям внушающий уважение короче вот у этой штуки пробег примерно миллиметров 120 шва вот я здесь сегодня маленько поигрался в чем я в ней порадовала ну разъемы понятно здесь обычный двухпиновый разъем он у исаба продается об этом даже нефиг особо разглагольствовать только лишь потому что ну ребят серьезно взяли горелку два проводочка перепаялись вот это на скорую руку плюс 5 минут времени это будет красиво значит ну разъем блин ребят кто в свое время юзал первых китайцев тот эту боль помнит тот это знает вот честно говоря из практики самый офигенный разъем стоит 10 долларов ведро спокойно подключил спокойно кайфанул горелку с одного источника другого так вот перекинул и все понятно педалька remote control это все бог бы с ним чего меня в цепляет в этом источнике во первых полноформатная циклограмма по которой я в принципе полностью вся навигация есть мне удобно отстроить его чем меня еще в нем цепляет что-то ты сергей говорил прям хотел добавить не помню вот а spot режим штука офигенная бесполезная полностью вот кстати включите мне высокочастотный поджиг то долго ждали да я в своей своей практике применение не нашел но опять же те кто допустим работают с какими-то тоненькими нержавеющими около листовыми изделиями так в принципе она будет работать для чего вот это хреновина нужно во первых кстати меня офигенно удивила цена я думал что он стоит ну пока 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 да пока я ее оставлю за кадром но я думал что он будет стоить раза три наверное больше лишь фабрикатор источник который одним своим видом как-то вселяет уважение я кстати по поводу внешнего вида сабовцы красавцы и сергей вот с этой стороны сними вот их шрифты и как они оформляют свои источники она прям прям огонек чё буду рассказывать сваривать давайте настроим так погнали по циклограмме предгаз секунда о вот что я хотел сказать то что не умеет большинство источников которые продаются это импульсный ток именно импульс поджига или ток поджига его по-разному ток инициации его могут нас могут называть для чего эта история нужна пред первичный прогрев электрода происходит бережем вольфрам во вторых если на металле все-таки какая-то где-то грязюка там коррозии еще чуть-чуть какая дрянь хорошим высоким током она прошибается и туда уже красиво зажигается дуга поэтому оставим его 75 ампер меня устроит так начнем мы с 5 ампер за секунду вырастим до 1 60 секунду погасимся продуемся шестью секундами будем варить в двух тактах без пульса так в принципе ты все в принципе то мы готовы кстати вот этот источник блин он когда запускается это это что-то с чем-то он прям внушает уважение там внутри такой ни хрена себе карлсон стоит если я думаю на реактивной тяге от меня уезжать начнет этот источник из него реально дует от себя отворачиваешь потому что так простыть можно так без газа у нас вряд ли что получится дадим ему литров так 12 все и кстати да вот еще важная вещь все-таки адаптивная система охлаждения эта тема потому что когда вот если вот этот вот товарищ будет мне восемь часов смены жужжать по голове то к вечеру я думаю мне голова отвалится от организма покатаем так просто ради интереса от по глазам получил глаза но зажжал и кстати у дуги такой достаточно приятный звук есть ощущение что там все-таки производитель какой-то микро 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 пульсацию заложил погасились на спад нет дядьки ну кайф ну дядьки ну кайф живись но он то делает свое дело если не закончишь снимать ближайшие две секунды я заработаю ожоги давайте так стычок какой-нибудь соберем прокатим тоже своим телом прям так жирненько о у нас же есть режим спот чё это я я тут прихватываться вручную сейчас возьмусь ага щас давай спот настроим интересном спот что ты нам предложишь он мне предлагает время пускай будет там полсекунды так предгаз ты нды нды здесь я хочу если полсекунды так набросить ампер 150 под газ в принципе все достаточно логично да сергей я сегодня надоем тебе ходить туда-сюда с этим проводом ты потом за кадром сможешь на меня поругаться но мне все равно глаза ух ты ж ни хрена себе эти 150 ампер мне нравится причем он так и на глубину валил причем ничего себе так валил да я просто в плоскость пару раз долбанул глаза вот тут уже теплоотвод меньше уже газика немножечко а хотя не хватило принципе светленько не но он бьет он прям бьет так началось и теперь что опять сваривать я опять иду к нему я опять иду к нему так мы идем опять в два такта опять пробегаем нашу циклограмм q 146 ампер нам за дофига 1 80 будет норм все погнали сваривать блин классно удобно настраивается то есть ну мне он приятен тем что блин я сварщик я знаю что такое циклограмма я не зарабатываю себе рак мозгов каждый раз его настраиваю или перестраивая поехали глаза ну дяди понятно что без зазора он не провалит на таком токе насквозь при этом я уже вряд ли смогу а нет смогу ну я вам скажу добрых полтора миллиметра вглубь он полетел хорошо ставим на зазор глаза есть есть так ну зазор прям такой прям зазор прям ну сколько тут миллиметра полтора-два наличеству обожаю издеваться над оборудованием самой классной же мне за это ничего не будет погнали вот я тот же шов прокатил понятно он уже тут и в минус улетел тут уже ну почти насквозь принципе чуть-чуть потоку добавлю себе сварил что ли ну здесь уже вот где-то местами на вылет даже собираю на близкий к тому зазор как я экономлю заготовки классно блин ну звук офигенный у него именно звук горения дуги слушай у нас тут нет нигде кусочка присадочки посмотри пожалуйста да акурочек какой-нибудь вот мне сейчас все но этого мне хватит на полгода глаза сергей сколько там ток стоит у меня а давай стольник я тут и зазорчика добавил сейчас давить буду выжгу нафиг всю лигатуру без присадки точку поставлю присадки а хотя даже . ставить не будут есть поехали глаза я прям чувствую как оттуда хром и никель выгорают нафиг вот так уже прям жирно накатал ну тут уже все на вылет тут уже все прям на вылет я вам скажу не так все плохо то есть принципе если я опять же даже не катая глаза знаешь что сергей мне не хватает линзы какой-нибудь восьмер очки вот здесь я прям вводил много присадки прям сильно жёг ее вот но без миллиметра я прошел а так ну вот вот она работает что мы можем еще с ним сделать мдфкл простить не сожженный электрод вольфрамовый я думаю простит хочу спот хочу 0 0 одну секунду хватит не 0 1 секунды сейчас нержавейка кипеть будет и рабочий сварочный ток мы поставим но больше он не может просто на все деньги будем собирать табор технологии отворачивайтесь сейчас тут не для вас зрелища глаза ого а я собрал давай пощелкаю посмотрим сколько хрома выгорит глаза но сужу вот на разных скоростях ему импульсы даю по разному тепло распределяется из врат на 400 амперах кстати сильно погорел заметь то есть ну я я думал лигатура улетит сильнее ну уже так на 400 ампер просто в угол ударить глаза до свидания угол с одной вспышки тут он просто уже напором дуги он отсюда метал уже суда вздувает вот такой прям мужчина уверенный в себе так чё он еще умеет о я знаю чё он умеет чё мы еще не делали так мы идем пульс так самого начала пошли 07 15 единица 78 на 21 со скважностью 38 и где-нибудь 1 и 7 герц посмотрим что он в пульсе могит или могет а потом попробуем им попеть кстати сергей не помнишь до скольки там пульс разгоняется по читать я у него 250 герц хорошо глаза выслушайте ну мягенько класс такое тепловложение аккуратно и аккуратно и нежно-нежно слушай прям прям ну очень нежно зато смотри какой настилается это не это уже знаешь тем кто извращается тигар там там вот всеми вот этими вот пирогами они это заценят так давай-ка мы с тобой вот здесь навалим здесь чуть-чуть под навалим так и хочу что-нибудь по частоте 90 такой такая паскудная чистота для для уха неприятная сейчас гореть будет режим конский глаза в таком режиме мне лететь приходится чтобы не повыпаливать все но при этом слышишь он не громко работает в отличие вот от многих источников ну и сразу вот вот он ну можешь мне набросить по частоте там где-нибудь а давай на все бабки вот сколько он по частоте может столько и вали это 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 я понял что я зря нажал да он когда переходит режим сварки он не настраивается совершенно это дурная привычка не ничего делать дави на кнопку на горелке продувай аргон ну что накинул давай посмотрю может еще чуть-чуть накрутим значит тогда и режим о накинул присутствие мастер сразу же получается так давай-ка мы все-таки чуть-чуть его подужмем интересная особенность вот я стою рядом я глаз не свожу так все моргает переливается все режимы бегают это материальный космический корабль тебе источник или дискотека нужна? ты знаешь тут нужно два в одном не классно он что в нем плюс это вот вот этот себе сегментник вот таких размеров конских когда вот я не самым лучшим зрением отсюда в принципе вижу что у меня на циклограмме я вижу как я работаю мне не нужно подходить там в него что ты там мне написал слепиться как каждый раз ну что повоем слушай и кайф и кайф же ведь мне нравится поэтому выводы большая инверторная тварь классная мне нравится большое производство оценит вот только лишь потому что скажем так на большом производстве ему найдут применение потому что стопроцентное ПВ на 310 амперах для начала попробуйте найти сварщика у которого на 310 амперах стопроцентное ПВ потому что как правило там уже люди начинают загибаться при таких токах потому что все таки ну обратно теплом он отдает вот а так мягко настраивается делает свое дело а чего от него ждать ну нормальный фабрикатор ну фабрикаторы я люблю это моя любимая линейка потому что при желании если я грубо говоря где-то буду сваривать какой-то сосуд и я не буду доставать то я поставлю его просто на попа залезу ногами ему на морду и буду сваривать стоя на нем и мне ничего не будет ему кстати тоже вот поэтому ну фабрикатор ну классная штука ну чё вы начинаете то у меня такого нет такого нет не только у Егора но пока что как я говорил раньше это единственный в Республике Беларусь да и не только в Республике Беларусь подобный источник господа доступен для тестов соответственно это приехало демо оборудования самое главное о чем спрашивал Егор приятная стоимость для оборудования подобного класса порядка 8000 белорусских рублей с НДС единственный минус вам надо будет подождать 22 дня и он станет ваш поэтому если кого-то заинтересовала подобная вещь пока она находится здесь спешите ждем